На мемориальном кладбище в Спаске сегодня открыли два новых памятника. Стеллы в память о погибших в Карлаге, соотечественниках установили Чехия и Иран. 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода. На Спасском мемориале прошел традиционный митинг. Борис Макаров специально проехал 600 километров из Жизказгана почтить память родителей. И мать, и отец его были репрессированы. Отец был начальником Башкирского проектного института. За вредительство был осужден и провел 8 лет в заключении в Карлаге, еще 4 года в ссылке в поселке Корсакпай. Он проектировал канал Иртыш-Караганда и умер от тифа, когда локализовывал эпидемию. Мать Бориса Макарова, еврейка, провела в Карлаге 10 лет, как английско-китайская шпионка. От отца Борис Николаевич слышал страшные вещи. О лагере инвалидов, когда здесь был начальник полковника, я простите, уже не помню фамилии, он издевался над ними таким образом. У кого нет правой руки, левой руки, сто вставали в носилке и носили в носилке, вот значит, ну поняли вы. Если нет ног, то сидел с молотком, бил камни. Одни били камни, засыпали ямы, которые до этого инвалиды выкопали. А другие, наоборот, вытаскивали эти камни. На территории Карлага находилось 4 концлагеря. Он был основан в 1931 году и существовал 28 лет. Сколько людей захоронено на этом кладбище, неизвестно. После смерти узника его документы уничтожались. Известно, что только пленных и интернированных в Карлаге содержалось около 70 тысяч человек. Больше 5000 из них погибли. Этот день – наша общая память о самых черных страницах в истории нашей страны. Эпоха репрессий ломала судьбы не просто отдельно взятых людей, но и целых народов. Весь свет казахской нации был уничтожен всего за две недели. За четыре недели насильно выселяли и отправляли в Казахстан целые народы. В 1994 году Япония первая установила памятник погибшим в Карлаге соотечественникам. После были Франция, Италия, Финляндия. К сегодняшнему дню на Спасском мемориале уже памятники от 28 стран. Два последних обелиска к сегодняшнему дню установили делегации Ирана и Чехии. Этот придумала чешская художница. Деревцы разрывают камни и символизируют надежду. Автор привезла дерево с родины, а камни изготовили карагандинские мастера. И монумент получился международным. 25 тысяч чехословаков погибло во всем ГУЛАГе. Здесь, в Карлаге, мы знаем о 600 приблизительно. Но этот памятник мы бы хотели посвятить, извиняюсь за русский, всем жертвам, чехословацким и чешским, во всем ГУЛАГе. Это первый памятник в общей на пространстве бывшего Советского Союза. Так что поэтому он для нас так важен. Всего через застенки Карлага прошло больше миллиона человек 40 национальностей. Места захоронения многих погибших вообще неизвестны. Поэтому потомки приходят почтить их память сюда, на Спасский мемориал. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Равель Валеев, 5 канал.